История, воплощенная в архитектуре. Еврейский дворик на Чингарской – знаковое место для каждого бобручанина и обязательный пункт туристического маршрута. Торжественно его открыли в 2019-м. Внутри пешеходные дорожки, ухоженные клумбы и уютная беседка. Но не все знают, что здесь есть стена плача, куда верующие вкладывают свои послания Богу. Спрос очень большой. В течение дня можно увидеть, что люди приходят и приходят и приходят. Кто просто поблагодарит Богу, кто у кого какие-то проблемы, вопросы, обращаются. И мы стараемся вот ежедневно убрать отсюда записки и отвезти их раз в две недели, раз в три недели. Как кто там летает в Иерусалим, мы с ним отправляем это в стена плача. История появления записок в стене плача имеет древние корни. Более трех веков назад человек, который собирался в путешествие, забивал меж камней гвоздь и рядом нацарапывал заветное желание. После благополучного возвращения он его вытаскивал. Чтобы не портить святыню, раввины призвали верующих писать на бумаге. Миллионы людей ежегодно посещают сакральное место и возносят молитвы. Два раза в год оставленные послания вынимают и захоранивают на Масличной горе. Бобручане, независимо от вероисповедания, могут оставить письма Богу в еврейском дворике. Важно, чтобы записка была написана собственноручно и содержала самое сокровенное. Нельзя только просить чего-то дурного, например, зла другому человеку или большого богатства. А вот о счастье и здоровье можно молить сколько угодно. За два года в Бобруйской стене плача было оставлено свыше 15 тысяч записок с просьбами. Ведь далеко не у всех есть возможность совершить паломничество в землю обетованную. Месяц назад раввин Шауль Хабаба собственноручно отвез в Иерусалим письма с молитвами горожан. Значит, друзья, вы писали, писали, писали очень много письмей в Бобруйской стеноплаче. И мы теперь возьмем эти письма и отнесем в настоящий Иерусалимский храм и помолимся с вами за мир, за добро и благополучие. Спасибо. В июне в еврейском дворике открылся памятный знак «От жизни к жизни», посвященный жертвам Холокоста. Проект воплощен благодаря неравнодушным бобруйчанам со всего мира. Тогда же были заменены и прежние баннеры на стенах старой синагоги. Сейчас завершаются работы со стороны Ченгарской. Автор этих фресок – Ехель Офнер, израильский художник. И наши бобруйские художницы любезно согласились нарисовать эти картины, именно с картин этого израильского художника. И эти картины повествуют, конечно же, о жизни хасидов. На этих картинах увидеть еврейские праздники, еврейские традиции. Мы можем увидеть, как каждый день происходят утренние молитвы. Еще с 19-го столетия Бобруйск считался мощнейшим культурным и общественно-политическим центром белорусских евреев. Не случайно его называли «городом сорока синагог». В наши дни единственный иудейский храм располагается на социалке. За 200 лет его непростой истории здесь размещался военный склад, ателье и даже мельница. Лишь в конце 20-го века здание вернулось к общине. Двери открыты для всех желающих. Синагога – это греческое слово. На иврите – бнейкнесет, то есть дом собраний. Здесь можно провести весь день. Здесь молятся, здесь учатся, здесь кушают, если есть такая необходимость. Здесь решают всякие разные вопросы. Здесь читают книги. Здесь есть небольшая детская группа, чтобы дети могли провести здесь день. То есть вся еврейская жизнь происходит здесь. Бобруйская еврейская община пользуется поддержкой и уважением в городе. Она живет и развивается. Люди собираются вместе, делят радость праздничных дней и боль потерь. Воспитывают детей и помогают тем, кому тяжело. Впереди огромные планы. Строительство площадки для проведения кулинарных мастер-классов и собственный музей. Проект здания в стиле хай-тек уже есть. Подарил известный израильский архитектор. Сооружение из бетона и стекла органично впишется в дворик на Чингарской. Осталось воплотить его в жизнь. Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.